Батричком! Батричком! Наше радио! Мечтал когда-нибудь о том, что мэтры будут за тебя бороться и доказывать? И Свиридова будет за тебя щебетать в эфире тут рассказывать. Я не могу остановить, давайте палку собью Свиридову. Пусть с рожденом скажут что-нибудь. Итак, вопрос был. Я вообще всегда мечтал о музыке и я продолжаю заниматься музыкой. Меня всегда спрашивают, почему ты не любишь давать интервью или еще что-то там, рассказывать о себе, всякие расклады. Я просто за музыку, которая говорит о человеке сама. То есть я в основном все песни пишу про себя и то, что я вижу, то, что я чувствую, то, что у меня происходит. Слушай, рожден, а вот смотри, у меня растет пятилетний сын, безумно талантливый музыкальный молодой человек. И вот ты говоришь, я вот все время за музыку и песни пишу. А со старки ты вот начал понимать, что музыка это твоё всё и вот там первые песни появились? Наверное, с класса шестого может быть. А целоваться когда начал? Ну это просто вопрос. Где-то в третьем. А где-то в третьем. То есть три года. Я одновременно с драться. Я с драться и целоваться начал одновременно. Класс. Настоящие пацаны. Боже пацаны. Слушай, а вот мама с папой как смотрели на мальчика, который начинает писать музыку? Сверху вниз. Ну не выше просто. Не снизу верно. А есть разница? Конечно. Сверху внизу. Сверху внизу. Сверху внизу. У меня батя 80 с чем-то, а я маленький. Сушники. Ну нет. У меня плеер уже потом появился. Сначала скейт. Сначала скейт. В уши. Я думаю, что там девчонки конечно за скейтом за этим. Садись прокачу. А ты помнишь девушку, которой ты первый спел серенаду? Ну было же наверняка такое. Брал же девчонок. Представляете реально ни разу. Сверенаду. Может быть первая кстати. Чем-чем на песни я девушек не брал. Аня вылазь на балкон. Сейчас он возьмет гитары в руки. Ну, знаете друзья, вот произошло чудо. Я тут 20 минут назад говорила, что нет рожденных песен, которые можно поставить в эфире. Оказывается есть. Нашли значит с помощью этих айтюнзов, имейлов и интернетов. Нашли мы песню. Волосы потемнели уже. Хватит. Волосы, да? Да. Радия, ну скажи, что это за песня. Представь ее. Давай, чтобы мы как-то уже осознали, почувствовали и записали. Это вторая песня, которую я, ну вот с альбома, то есть я начал ее писать. И по счету это вторая. Вторая песня. Произошла там в жизни одна такая помарка, ошибка. В армию призвали или что? Ну, в жизни призвали. Или не в то влюбился. К реальной жизни. Не в то влюбился, подожди. Ну, может и так, не знаю, не в то влюбился. Поздно влюбился. Поздно? Да. Боже, мне уже интересно, что это за история. Разлюбился. Как песня называется? Друг друга. Друзья. Девочки, где ваши зажигалки? Десять, двадцать девять. Раздали фонарики. Раздали фонарики. Рожден в эфире нашего радио. Слушай. Ай-яй-яй. Я понимаю, что это ты, конечно, не в нашей стране просто должен петь. Я бы снимаю задачи сделать так, чтобы что-то в нашей стране тоже было. Да. То есть, проще всего отсюда свинять, да? Спытлять, сказать, тут люди никогда не поймут. Я тебе сразу просто говорю, что будет тебе непросто. Так это и есть тот путь, который нужно пройти. То есть, люди, у которых есть возможность воспитывать курсы, занимаются угрожением. О, а давайте я сейчас остановлюсь и все это в эфире скажешь. А что ты думал? Если ты хочешь, если ты уже это декларируешь, да? Супер. Супер. Потому что я сама... Нет, я реально понимаю, что если мы не мы, то кто же, знаешь? Так об этом речь и идет. То есть, близкие мои люди тоже говорят о том, что там было бы проще уехать и проще там делать это все. Потому что там нет кривых зеркал. То есть, если ты крут, то ты крут, да? Если ты не крут, то один будет. Да и сама новость и есть, а в любом случае. Ну, просто может быть не в таком гипертрофированном состоянии. Понятно, что есть там, да, шансы. Есть люди, которые пользуются шансами, не пользуются. Понятно, что этого никто домой не принесет на него. Ну, просто и Бог. Слушай, ну у тебя реально вот эмбряк, а даже мне вот даже на женские вокалы там какая-нибудь... Даже... Как это она звучит? Да? Нет. Я думаю, что это ранний Джамиракуа. Это для слушателей нашего радио, я сказал. А я скажу, что это Рожден сегодняшнего разлива. Да. Герой Голоса Краины. Рожден у нас в эфире, у нас в гостях. Ну, по крайней мере, нам захотелось сделать Рождена героем. Вчера был концерт, где люди выбывали. Рождена оставила в своей команде Диана Арбенина. Сказала, пока он никуда не уходит, он остается. Да. Рожден, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Слушай, Рожден, слушая твою музыку, конечно, не скажешь, что это вот именно та попса, которая будет звучать из каждого утюга. Но очень фирменно, вот так, знаешь, по-западному, как мы говорим, да, такой европейский уровень. Сейчас тебя обвинят в том, что наша страна, а ты тут про-западная. Нет, но у нас, мне кажется, попроще, вот попроще. А ты не боишься, Рожден, что, может, не поймут тебя наши люди, там, не совсем поддержат, хотя, конечно, талантное лицо, на уши. Вопрос просто, ну, в количестве людей, да, то есть, понятно, что, может быть, большее количество людей принимает другую музыку, но суть в том, чтобы понемножку, понемножку, понемножку. Подтягивать людей на другой уровень, да. Просто все выкупили, да, что, вот, к примеру, да, там, люди любят картошку. Ну, у нас же любят картошку, да. Конечно, Суридова меня продаст за картошку. И вот продюсеры, саунд-продюсеры, там, остальные прилегающие лица поняли, да, что, если люди любят картошку, кушайте картошку. Конечно. Вот мы и умеем хорошо жарить вам вкусно. А моя политика в том, что, ну, помимо картошки, есть еще другие блюда вкусные всякие, там, да, там. Из картошки. Грибы, торты, разные, там, да, там. И я, как бы, за то, чтобы вот показать людям, там, какой-то торт, да, и, может, они впервые скажут, да не, я хочу картошки. Но кто-нибудь скажет, я хочу торт. Я хочу этот торт. Да, потом скажет, слушай, попробуй торт, ну, тебе не надоело кушать свою картошку? Слушай, смотри, Рожден, а если вот ты попадаешь к продюсеру, да, все-таки эти шоу, они же подразумевают подписание всяких контрактов, да, и тебе продюсер скажет, все, Рожден, хватит торта, давай будешь картошкой. Ну, это невозможно. Невозможно? Есть вещи возможные и невозможные, это относится к невозможному. Слушай, ты прям скажешь, нет, до свидания, мама. Ну, принципиально, да. Хорошо. Ну, знаешь, очень хорошо, когда у молодого человека такие амбиции. Дай Бог, чтобы ты сохранил их, ну, надолго, потому что жизнь-то ломает, и, допустим, ну, я по себе знаю, что в любом случае идет какое-то переосмысливание, потом появляется семья, дети, хочется кушать, знаешь, ты не думал об этом. Да ладно, ты всю семью с детьми. Я сейчас не давлю на него, я, наоборот, говорю, что, ну, если ты уверен, так будь уверен до конца, я тебе желаю этого, на самом деле. Спасибо, мне очень приятно. Я просто все дело в миссии, я хочу сказать. И все дело в миссии, и в Боге. Если ты с Богом, и ты с миссией, все будет хорошо. Вот, друзья, мне кажется, что это отличные слова, тем более я, может быть, сейчас буду популизмом заниматься, но тем более такая неделя перед Пасхой. И вот давайте понимать, что у каждого человека на этой земле свое предназначение. И давайте эту гнуть свою линию до победного конца.